Я вас приветствую, дорогие друзья, на втором турнире по игре Властелин Колец Битвы за Средиземье 2 под знаменем Короля Чародея. С вами Вампир и сегодня я буду комментировать матч в группе F, где встретится Орион против Минус Один. Итак, давайте начнём. Здорово, мужики. Ну что, готовы? Да. Итак, давай, Орион, с тебя начнём. Называй три фракции. Так, эльфы, люди, и гномы. Кого забанишь? Гномов. Гномов. Кого убираешь? Люди. Люди. Давай, теперь ты три фракции называй. Эльфы, гоблины, ягмар. Так, гоблины. И убираешь кого? Эльфы, ангмар. Орион так не рад, прям не понравился ему выбор. Люди, получается, против ангмара. Давай Вестфолд. Вестфолд. Хорошо, всё, я вам желаю обоим удачи, пусть победительнейше. Итак, Вестфолд. Люди против ангмара. Напомним, за ангмар у нас играет минус один. А за людей у нас играет Орион. Орион у нас сразу возводит две фермы. И ангмар действует аналогично. По способностям. Ангмар пока что ничего не взял, люди тоже. Вот это что-то прям интересно и странно. Ну да ладно, сейчас, я думаю, возьмут. Орион возводит казарму. Аналогично действует ангмар. По-прежнему, гляньте, не взяли способности. Вы чё там, а? А ну-ка, давайте, берите, одумайтесь уже. Напомню, на этой карте очень много нейтралов. По центру есть трактир. По углам есть сигнальные башни. Не знаю, будут ли захватывать противники эти здания. Посмотрим. Итак, в казарме заказывают бондорских мечников Орион. По способностям, по-прежнему, ничего не выбрали. Может, они сговорились, сказали, мол, давай, братан, мы не будем с тобой способностями друг друга атаковать. Будем только так играть. Ладно, это, я думаю, сейчас со временем они возьмут-то. Или чё, матуришь, что ли? Так, тут у нас появляются заклинатели у ангмара. Строится сразу вторая казарма. Будет быстрый раш, видимо, от ангмара. И появляются орки Гундабада. Сразу строится второй отряд гондорских мечников. И, видимо, на центре сейчас уже будет битва. Заказывается второй заклинатель. Ну, понятное дело, гондорские мечники должны победить орков. Ай, как хитро, смотрите. А, нет. Он просто прозевал. Он не заметил орков, Орион. Просто прощение. Взял, не заметил. Ё-моё. Как же так? И сейчас потеряет ферму тем самым. Вот так вот. Агрессивную тактику ставит. Молодец. Минус один шарит в игре, по-моему. Так, метатели топоров появляются у... Минус один. И Орион строит вторую казарму поближе к трактиру. И оба игрока, видимо, хотят забрать вот этого нейтрала. Троля убить хотят и захватить трактир. Но... Просто так его не заберешь, этого троля. Так, раш орками идет сейчас. И, на самом деле, ситуация у Ориона хреновая. Бьет прям беспощадно по фермам Ангмар. Гринейте, штампуются орки Гундабада без остановки. Да, по-прежнему, по способностям оба игрока ничего не выбирали. Такое чувство, что реально сговорились. Так, теряет ферму. Выходят, кстати, руханские крестьяне. И попытка забрать тролля. Еще одну сейчас ферму потеряет. О, похоже. Да, все, наконец-таки. Ангмар взял боевой клич. И там синхронно действуют люди. Берут боевой клич и используют его. Так, ну потерял несколько ферм Орион. Появляются мечники. Прошу прощения, всадники гондорские. Так, тут уже и копейщики. У Ангмара появились, блин. Просто так уже орков не задавить. Тут-то ладно, он расправится с этими орками. А вот как тут-то быть? Почему игнорируют Орион? Просто мечники идут по своим делам куда-то. Ух ты, как правильный, ювелирно пытался заехать. И, в принципе, неплохо заехал. Метатель топоров. Чего-то не зацепил их. Он только убил. Теряет рабочего. Орион. Оба игрока, в принципе, играют неплохо. Посмотрите. Грамотно. Где все делают. Но Орион немножечко как-то подтупливает. Но это... Возможно, мне всего лишь кажется со стороны, что он подтупливает. Ну да ладно. Так, сейчас, скорее всего, вот эту ферму уничтожит Ангмара. Получается, нейтрал-то люди забрали, но тут Ангмар подскочил и просто так не даст захватить трактир. Да. Вечая лебеда. А, возможно, ферму он эту уничтожит Ангмар. Тут мечники. Не дают в обиду. Свою ферму. Люди в наглую забирают трактира, а орки пинают их стоять. Ага, передумал все-таки. Ну, честно говоря, по-моему, Ангмар тут сейчас выиграет. Просто Раша взял и задавил противника. Появляются еще всадники Гондора. Надо восстанавливать ферму людям. Срочно. Так, еще мечники появляются. Копейщиков еще строят. Тут просто так всадниками не заедешь, не задаришь. И везде прям грамотно расположены копейщики. О, тут сейчас, да, теряет казарму. Точнее, он ее сам сносит. Строит стрельбище. Орион. Так, гондорские мечники строятся. Ага, строит логово Ангмар. По очкам. Там 6 очков у Ангмара есть. И 4 у людей. Вот сейчас все. Ферма Ангмара уж точно снесет. Люди в хреновой ситуации. Гляньте, со всех сторон атакует Ангмар. Можно сказать, отбивается из последних сил Ангмар. Зажался он. Ой, прошу прощения, люди отбиваются из последних сил. Так, мечники строятся. Гондорских лучников заказывает. Всадники уже пришли, два отряда. Да, это ГГ. К сожалению. Хотя ярко. Оба игрока начали. Ну, Орион молодец. Точнее. Минус один. Молодец. До последнего играл прям замечательно. А вот Орион сдал позиции. Вы не обращайте внимания на то, что я путаю. Вот этого я и боялся, пишет Орион. Просто эта игра сегодня для меня уже, по-моему, пятая по счету. И поздняя. Я уже немножечко подустал. Поэтому, если буду я что-то путать и коверкать слова, не обращайте, пожалуйста, на это внимание. Не знаю. Используют боевой клич. Ч, люди и Ангмар используют застывшую землю. Блин, люди не сдаются, отбиваются. Посмотрите. Ну, Ангмар уже в наглую здесь мельницу строит. Да не, похоже, сейчас количеством Ангмара задавит. Так, гондорские мечники появляются. А что по деньгам? У Ангмара тысяча, у людей триста. И то, на что-то он сейчас потратил. На мечников гондорских. Слушайте, если коду показалось, что-то на героя копит. Кто сейчас заговорил? А, это, видите, наверное, заглянатели. Мне показалось, что герой Ангмара появился. Все, сейчас, похоже, снесет конюшню. И казарма, в принципе, наверное. Все, Орион сдается, беге. Как же так, Орион? Вроде начинал красиво. Но ровнее прям с минус один. А потом как-то начал сдавать позиции. Видимо, тебя задавил он мясом, скажем так. Задавил и все. Не люблю такие фракции. Короче, минус один, красава, все грамотно сделал. Давай, называй три фракции. Кто? Гобы, эльфы и Ангмар. Гоблины, эльфы и Ангмар. Кого забанишь, Ориона? Блин, я бы хотел двоих забанить, но так нельзя. Нет, только одного, к сожалению. Короче, скажи ему, что браво эльфов. Я могу эльфов взять. Он сказал, что может эльфов взять. Все, пусть берет эльфов. Берет он эльфов, хорошо. Давай, Орион, ты назвал. У меня те же. Люди, эльфы, гномы. Люди, эльфы, гномы. Кого забанишь, минус один? Гномов. Гномов. Кого выбираешь, Орион? Ну, постоянство признак мастерства, так что люди. Получается, люди против эльфов и минус один, назови карту. Этот чувак, он хотел какую-то карту, пусть он выберет. Он просто не хочет, чтобы на ежедневном броде. Орион, назови карту, короче. Тебе по праву прямо сказал, можешь ты назвать. Так, давай север. Север. Хорошо. Ну, давай, Орион, соберись, попытайся хотя бы ничью. Один-один, чтобы был. Итак, эльфы против людей. Напомню вам, за людей у нас играет вновь Орион. А за эльфа у нас играет минус один. И сразу он строит казарму и мауэрну. Люди у нас строят две фермы. Опять же, по способностям ничего не убирают. Видимо, им вообще насрать на способности, насколько я понимаю. Орион говорит, может, дружно разойдемся. Так, возводит казарму Орион. Сразу оказывает копейщиков. Минус один. Как-то странно. Неужели он думает, что люди прям выйдут в кавалерию? Да ладно. Да, для начала, я смотрю, он захватит заставу. Точнее, даже две заставы. А потом только пойдет в атаку. Так, что в казарме выберет? Ага, выбрал гондорских мечников. Хорошо. Появляются эльфийские копейщики. Сразу, блин, состоит агрессивную тактику. Да, минус один, по-моему, очень даже неплохой игрок. Я, честно говоря, о нем не знаю. Вот в первый раз вижу его игру. И, похоже, играет он действительно неплохо. Так, сразу строят эльфийских мечников. Появляются гондорские мечники у Ориона. И сразу заказывает второй отряд. Так, одну заставу уже эльфы захватили. Ну, люди отстают немножечко по времени. Вот только начинают захватывать первую заставу. То, как эльфу уже он сейчас начнет вторую захватывать. Так, и отряд мечников эльфийских уже выдвигается вперед. Видимо, сейчас будут захватывать трактир. Или же его не интересует трактир? Не, ему совсем не интересует трактир. Тут сейчас, похоже, будет бой. И, теоретически, мы уже видели. Эльфийские мечники, по идее, справятся с гондорскими. Хотя, может быть, это было случайно. Я не помню, в каком-то бою я видел. Эльфийские мечники выиграли. Так. Орион захватывает трактир. А эльфам все равно, видимо. Они хотят по финансам ударить. Минус один захватывает слева трактир. Да, 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 да. Именно по финансам хочет ударить. Хочет сломать заставу. Видите, какой хитрый. Заказывает сразу следопытов в трактире Орион. А эльфы-хоббитцев заказывают. Видите, с обеих сторон бьет по финансам. Хочет сломать... Ох, как глупо, глядите, Орион отбился. Не дал сломать, видимо, заставу. Видите, по кругу бегают. А вот тут, похоже... Да, тут, похоже, сломает заставу. Пятихатку придется тратить на восстановление. Либо вообще забить и не восстанавливать. Да, ломает заставу. Справа не получилось. О, гляньте, по центру мечниками идет в атаку. И что же он будет делать? Надо бить по финансам так же его. Без жалости просто ломать заставы. И Малерны заодно. Дает боевой клич гондорским мечникам. Эльфы по-прежнему не взяли. Какую способность. Не, в принципе, гляньте, люди отбивают. Понастроили очень много мечников гондорских. Конечно, ну... Так, лучников надо в тыл убирать. Так, ломает, значит, Малерн. И вполне сейчас может сломать казарму. Так, сейчас, походу, следопытов потеряют. Орион. Все, он сейчас лжет казарму. В принципе, можно попробовать восстанавливать сразу свою вторую казарму. Минус один. И, в принципе, он из этой жопы сейчас выберется, скажу я вам честно. Плучники вот постреливают задалека. Сразу ведь еще два отряд заказал. А, тут он даже еще атакует. А, тут, блин, все плохо у людей, на самом деле. Я думаю, прям, люди доминируют. Нихрена подобного. Гляньте, по финансам как ударили эльфами. Сломали фермы. Захватили заставу. Тогда все печально. Попытка снести крепость. Так не снесет он ее. Я вот прям вам гарантирую, он ее не снесет. Он сейчас просто потеряет мечников. Так, идет строительство гондарских мечников. Гляньте, как грамотно действует минус один. Он видит, что сейчас может потерять отряд. И он его отводит. Ведь потому что отряд второго уровня, и он может остановиться. Знамены есть у отряда. Как же, блин, все так четко и грамотно минус один делать. Мне нравится. Все, видите, он отбился. И даже полжизни у крепости не снял. Зря он это вот решил попробовать крепость снести. Надо было тогда уже, я не знаю, по финансам его бить, как он бил. Ну, заставы пойти поломать. Всего-то количество мечников можно было это сделать. Заставы сломать. Малорные вот эти вот, которые далеко от крепости стоят, можно было сломать. А теперь все плохо. Хоббитцы появились своими камнями, читерными кидают. Еще один отряд сейчас появится, хоббит. А, и справа еще трактир захвачен. Тоже хоббитцы. Стамбуется. Люди что-то просирают и просирают. О, пятихаточку потратил на восстановление заставы. И это очень и очень рискованный шаг. Пятихаточка это очень даже много. О, Бормер появляется. И он сейчас получит второй уровень, но может сдохнуть. Так, по способностям у людей исцеление боевой клич, у эльфов боевой клич и выбирает эльфийские леса. Использует рок Гондора. А толку? Кому бить эти войска? Нету ни мечников, ни блин. Бормер сейчас погибнет. Нельзя же все-таки успеет отступить. И дождаться исцеления. Появляются копейщики эльфийские. Да, Орион, по-любому, похоже, выиграет его второй игре. Уже могу сказать, что ГГ и Орион проиграл. Очень грамотно играет минус один. Хочу поднять. Реально грамотно. Прям придраться тут ни к чему. Мне нравится. Это, получается, группа F. Насколько я помню, там в МВП Ли есть такой игрок. И я знаю, как он играет. Он играет хорошо, вот, когда встретятся они вместе. То есть минус один против МВП Ли. И вот это будет интересная игра, действительно. Орион, к сожалению, послабее играет. Но, в принципе, я не могу сказать, что Орион играет плохо. Но послабее просто. Бормер сдох. Все. Уничтожает казарму и можно сносить крепость. Вот так вот. Использую даже исцеление на свои войска. Тут, гляньте, уже в наглую Мауэрн и строит. Все. Это ГГ. Ну что, друзья, подведем итоги. Минус один набирает два очка и становится лидером в группе F. Орион, в принципе, играл неплохо. Пускай, я думаю, не расстраивается. И... У него еще все впереди. Четыре игры, как-никак. Ну, я надеюсь, вам понравилась эта битва. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.